Спорт – это метод воспитания здорового гражданина, как физически, так и морально. По этой причине им занимаются без исключения все. В том числе и люди, которые переступили черту закона. Ведь за высоким забором с колючкой жизнь не заканчивается, а для некоторых она только начинается. И занятие физической культурой в этом играет немаловажную роль. В этом уверено руководство Бобруйской исправительной колонии номер два, в стенах которой в минувшие выходные прошел чемпионат Беларуси по гиревому спорту. Алкоголь – это занятие для бедных, наркотики для слабых, спорт – для сильных. И хотелось бы, чтобы данное мероприятие стало хорошим примером для наших осужденных, чтобы спорт победил такой недуг, как алкоголь и наркотики. Чемпионат по гиревому спорту в этот раз был не совсем обычным. В первую очередь он прошел на закрытой территории, но, во-вторых, участие в нем приняли не только свободные граждане. Один из участников первенства – осужденный Евгений Ермолович. Все свободное время мужчина уделяет гирям, признается, они помогают расслабиться. Для Евгения это первый серьезный старт. И надо сказать, что с ним он справился на все 10 баллов, 70 повторений и заслуженное звание кандидата в мастера спорта. Конечно, тяжело, да, однозначно. Самый тяжелый вид спорта, наверное, который может быть. На выносливость, на силу, на технику. Предоставляет администрация ВК-2 заниматься. То есть есть возможность, силы и желание, самое главное. Высокий уровень соревнований подтверждал и тот факт, что на нем присутствовал председатель Белорусской Федерации гиревого спорта. Это было выбрано, это учреждение не случайно, оно как бы передовое считается. Здесь очень любят спорт и образовался свой даже клуб гиревого спорта. Поэтому мы выбрали именно это учреждение. Исправительная колония номер 2 справилась с возложенной на нее миссией. А спорт, надеемся, станет переломным моментом в жизни тысяч осужденных. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.